Деловой разговор Константином Евгеньевичем Дроздовым, здравствуйте. Здравствуйте. Константин Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, вообще вот многие уверены, что ДТП – это когда две машины столкнулись, и вот кто-то из них виноват. Вообще бывает ДТП с одним потерпевшим? Конечно, бывает. И это, вообще говоря, должен знать каждый водитель, потому что он сдает экзамен на знание правил дорожного движения. И в правилах дорожного движения достаточно четко определено, что такое дорожно-транспортное происшествие. Это событие, я полностью не буду воспроизводить, но событие, при котором повреждено либо груз, либо транспортное средство, либо пострадавшие и другие какие-то есть, произошедшие на дороге с участием транспортного средства. Поэтому, если повреждено одно транспортное средство, ну это такое же точно ДТП. Поэтому, конечно же, это ДТП. Что делать? Выходим, фотографируем или прямо вызываем ГИБДД? Конечно же, вызываем ГИБДД. Конечно же, вызываем ГИБДД. Почему? Потому что многие сейчас, наверное, вспомнят, что существует так называемый Европротокол, то есть оформление дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД. Но в данном случае, почему я говорю о том, что необходимо с участием сотрудников ДПС, сотрудников ГИБДД, это дорожно-транспортное происшествие оформить? Потому что, если вы хотите, конечно, получить компенсацию, ну а иначе зачем оформлять это ДТП, да? Если вы хотите получить компенсацию за какой-либо причиненный ущерб, то необходимо будет в органах ГИБДД получить документ. В соответствии, этот документ называется «Акт о выявленных недостатках в содержании проезжей части дороги». Да, и вот этот документ должны будут составить как раз сотрудники ГИБДД. А Варком это выполнить не может? Ну, смотрите, вот я, может быть, для кого-то открою какой-то секрет, но кто такой вообще Варком? Варком – это люди, которые помогают вам оформить ДТП. В принципе, если вы в состоянии и сами оформить ДТП, то вам, может быть, и не нужен Варком. Подождите, ну вот сели мы в яму или в лужу, вызываем ГИБДД, и что, приедут? И через сколько? Конечно, приедут. Конечно, приедут. И обязаны приехать. Другой вопрос – сколько придется ждать? Ну да, иногда затягивается ожидание. Но мы сейчас же говорим, в принципе, как поступать. Если вы намерены добиться компенсации за возможный причиненный ущерб, тогда придется пройти все эти процедуры. Пока ожидаем самим, что делать? Фиксировать, фотографировать, может быть, заручиться поддержкой свидетелей, других водителей? Всегда и всем говорю, что никогда доказательства не бывают лишними. Поэтому, конечно, всегда, когда есть такая возможность, нужно фотографировать. Если есть очевидцы, то желательно хотя бы записать их имена, ну и иные какие-то данные, место жительства, телефонный номер для связи. Конечно же, это не повредит. Когда приезжают уже, ну, либо сотрудники ГИБДД, либо Варком, нужно ли как-то отслеживать, ну, чтобы они вот все зафиксировали, как-то вот самим деятельность проявлять? Что точно нужно отразить? На этом, может быть, даже чуть подробнее нужно остановиться. Не только в этой ситуации, а в любом другом происшествии на дороге. Нужно, конечно же, внимательно посмотреть на то, как будет составлена схема места ДТП. А она при ДТП всегда составляется, схема места ДТП. То есть, схема места ДТП составляется на, ну, на листе, скажем, расчерченном, да. И там должны быть зафиксированы все существенные, все существенные детали. А что вообще относится вот к недостаткам дорожной сети? Это только какие-то выборы или, допустим, недостаточное освещение в этот момент? И работающие фонари? Смотрите, конечно же, недостаточное освещение, оно тоже должно было, будет зафиксировано. Но только в том случае, если оно должно было быть на этом участке дороги, а его, по факту, не было, не имелось. Поэтому, ну, остальные недостатки, они описаны в ГОСТах. Конечно, мы с вами сейчас не будем перечислять эти ГОСТы, но мы примерно их знаем, да, все. Ну, а сотрудники ГИБДД, конечно же, знают их подробно. У ямы, я знаю, даже есть свои параметры. Что такое считается ямой? Конечно, конечно. Есть ямы, которые входят, скажем так, в те допустимые какие-то параметры, да. Но очень часто, конечно, бывают ямы, которые не входят в допустимые параметры по техническим условиям либо ГОСТам. Получили мы протокол, получили акт на руки. Куда дальше со всем этим идем? Экспертицу делаем? Нужно немного вернуться назад. Нужно немного вернуться назад и все-таки поговорить о том, поговорить о том, а всегда ли вы имеете возможность получить компенсацию за свой поврежденное транспортное средство, автомобиль или что-то иное. Давайте вот на этом вопросе чуть подробнее остановимся. Почему? Потому что это очень важно. Вот здесь общая ситуация такова. Существует пункт 10.1. 10.1. Правило дорожного движения. На самом деле, почему я на него так ссылаюсь, на пункт 10.1? Во-первых, не мешало бы перечитать каждому водителю этот пункт. Почему? Потому что практически при любом ДТП, при любом, я бы даже сказал, ДТП, всегда сотрудники ГАИ вспоминают этот пункт. Это выбор скоростного режима. На самом деле, не только. Не только. Не только выбор скоростного режима. Я акцентирую внимание наших слушателей, уважаемых, на то, что там, в этом пункте, есть еще и такая информация, что выбор скоростного режима должен быть не только не превышать установленных ограничений. Не только это, но еще и скорость должна соответствовать дорожным условиям. Дорожные условия имеются в виду и видимость в направлении движения, и какие-то иные дорожные условия. В частности, наличие тех самых недостатков на проезжей части дороги. Давайте переведем с юридического языка на русский язык. То есть, если говорить бытовым языком, если вы видели эту выборину, видели ее наличие, и вы в нее въехали, скорее всего, вы не сможете требовать какой-то компенсации за возможный причиненный ущерб. Ведь как раз со ссылкой на пункт 10.1 правил дорожного движения инспектор ДПС, который приедет на место ДТП, он обвинит именно вас в том, что вы не соблюдали скоростной режим, прекрасно видели эту яму, назовемую ямой, или какое-то препятствие, или еще что-то. И сами допустили в нее попадание, двигаясь не с той скоростью, которая бы обеспечивала безопасность на этом участке дороги. Ну, конечно, бывают такие ямы, бывают такие ямы… Которых не видно. Которых не видно, да. Под водой, например. Да, вот, например, если яму не видно, если яма скрыта под водой, либо какие-то имеются еще обстоятельства, которые препятствуют увидеть вовремя ее, обнаружить эту опасность, вовремя опасность, и вовремя принять меры к тому, чтобы избежать туда попадания, да. Вот тогда, конечно, вот в этих случаях вы, ну, потерпевший, скажем так, да, тот, кому причинен ущерб, вправе, будет попытаться получить какое-то возмещение этого ущерба. Дальше вам нужно, конечно же, оценить причиненный ущерб. На самом деле, есть несколько путей. Ну, один из самых распространенных путей – это вы обращаетесь в специализированную организацию. У нас их, ну, есть достаточно много в городе организаций оценочных. Вы обращаетесь в оценочную организацию, оцениваете причиненный ущерб. Можно пойти другим путем. Можно, на самом деле, не возбраняется и самостоятельно оценить возможный причиненный ущерб. Нет таких запретов в законодательстве. Другое дело, что, ну, могут возникнуть вопросы у инстанции, ну, допустим, если вы в судебном порядке, да, все это будете делать. Ну, а скорее всего, если вам добровольно никто не захочет возместить, да, причиненный ущерб, то в судебном порядке необходимо будет взыскивать. И в суде, конечно, могут возникнуть вопросы, а почему вы именно вас только оценили причиненный ущерб? То есть экспертизу делать нужно? Не обязательно, но желательно. Я отвечу так. Вообще стоит идти сразу в суд или все-таки направить претензии собственнику дорогу? В нашем случае это муниципалитет. Обязательного претензионного порядка закона в данном случае не предусмотрено. Да, но желательно направить претензию. Желательно почему? Ну, просто потому, что, ну, это мое личное мнение, просто, ну, как, а вдруг вам владелец дороги добровольно возместит вред? А вот по практике возмещают? В судебном порядке добиваются возмещения. В добровольном порядке, ну, честно сказать, не слышал я, чтобы в добровольном порядке возмещали ущерб. То есть вообще не нужно думать, что это какое-то такое мероприятие, ну, бестолковое, не нужно отмахиваться от того, что если у вас машина действительно получила какие-то серьезные повреждения, все-таки попробуйте взыскать. Многое зависит от того, какие у вас намерения. Если у вас, ну, и свободное время, да, и свободные деньги для этого нужны, потому что, ну, как минимум экспертизу, да, или, там, оценить ущерб, и, может быть, юриста пригласить для того, чтобы представлять ваши интересы. А вообще, если дело уходит в суд, а пользоваться машиной-то в этот момент можно? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Почему? Потому что, знаете, достаточно часто в судах возникают споры относительно размера причиненного ущерба. И очень часто даже от юристов, от коллег я слышу мнение, что лучше автомобилем в это время пока не пользоваться, потому что, если будет назначена какая-то повторная экспертиза, то лучше, чтобы эксперт оценил и осмотрел автомобиль. На самом деле в законодательстве нет запретов таких. И автомобилем, конечно же, вы можете пользоваться, если вы произвели его экспертную оценку. То есть, как я вот раньше уже говорил, да, что это же не обязательно проведение экспертной оценки. Еще раз повторяю, вы можете просто обратиться в магазин, например, узнать примерную стоимость деталей, подлежащих замене, обратиться к каким-то специалистам на СТО, или справку взять, или просто прицениться. И самостоятельно вы можете тоже оценить, даже для суда самостоятельно можно оценить. Но в этом случае тогда, конечно, почти всегда возникнут в суде споры о размере причиненного ущерба. И вот тогда, как эксперт осмотрит ваш автомобиль, если он уже отремонтирован. Вот в этом случае его лучше не ремонтировать. Константин Евгеньевич, спасибо, что пришли. Полезные советы, надеюсь, пригодятся. Но лучше, конечно, чтобы не пригодились нашим автомобилистам. На сегодня это все. С вами была программа «Деловой разговор». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова